приветствую все зрители моего канала меня зовут марина и сегодня у нас будет первый отчет по моей работе зима в деревне это авторская схема от екатерины мешковой и да кто помнит мое предыдущее видео по этой работе я вышивала вышивала 14 дней и потратила на отшив участка который в итоге мне не понравился то есть сам участок-то мне понравился но мне не понравилась ткань на которой я начала вышивать с каждым днем я все больше и больше расстраивалась все больше и больше убеждалась что это не то чего я хочу и когда я уже приняла решение что все я буду забрасывать я буду менять ткань я нашла отшив полный полный отшив готовую картину по этой же самой схеме на ткани на которой я вышивала собственная я поняла что я все делаю правильно я должна менять ткань я хочу все-таки ночь ночь и я поменяла ткань на тифри это лен 30 каунта и давайте я вам покажу в прошлый раз я потратила на отшив чуть меньшего кусочка 14 дней в этот раз на отшив чуть большего кусочка я потратила 9 дней вы можете видеть как будет выглядеть работа в будущем здесь не полная зашивка мне многие говорят так зачем ты паришься все равно же тебе нужно будет фон зашивать и там ткани не будет видно здесь не полная зашивка поэтому вот все что вот задний фон за деревьями видите вот здесь вот у нас есть просветы канвы ткани и все небо полностью это не зашивается то есть все это будет цвет ткани итак давайте посмотрим что я на вышивала за 9 достаточно тяжелых вышивальных дней тадам у меня появилась крыша и часть домика в общем то здесь видите здесь будут кусты там вот такая вот часть домика у нас есть я покажу вам еще это все поближе чуть попозже потому что тут на самом деле там очень много оттенков вот в этой вот крыши но насколько я вижу вам сейчас не очень хорошо видно тут фактически все желтое потому что тут будет свет фонаря почему было сложно вышивать потому что это лен это 30 каунт и это темная ткань я первый день вышивала я села попробовать вышивать я поняла что это очень сложно я не вижу дырочек некоторые переплетение такое ощущение что слипшиеся друг с другом них нужно как-то разнимать это было очень сложно я забросила работу наверное на месяц потом когда я поняла что все надо к ней возвращаться первое что я сделала это я взяла большой кусок пластика положила его себе на колени прицепила под станок маленькую такую лампочку и направила ее свет на пластик то есть не в обратную сторону вот так вот то есть себе в глаза я пробовала но жутко слепит глаза а именно на пластик чтобы свет отражался и подсвечивал дырочки да это был неплохой вариант я так провышивала по моему день но все равно это было не идеально и в конце концов я вспомнила что у меня же есть лупа и лупа меня спасла меня спрашивали какая у меня лупа вот если это кому-то поможет вот она вот можно посмотреть ее номер покупала еще за 180 гривен но это было несколько лет назад единственное что здесь видите где-то я читала в интернете что здесь вообще 18 сантиметров вот это сама сам вот этот вот держатель я читала в интернете коротенький конечно хотелось бы чтобы подлиннее была сама вот эта штука потому что ну впритык мне хватает и вот как она выглядит я ее уже сложила назад и здесь есть подсветка это очень удобно я этой подсветкой пользуюсь единственное что очень быстро садится батарейка поэтому нужно батареек себе купить вот завтра поеду куплю но очень спасает лупа я действительно пользуюсь подсветкой есть такие случаи когда только той лампочки которая у меня закреплена на станке не хватает и хочется воспользоваться еще родной подсветкой от лупы и так для чего мы все здесь сегодня собрались я думаю и вам и мне интересно сравнить как было у меня на той ткани и как есть на этой я специально не делала бэкстич здесь еще будет бэкстич по вот этому вышитому участку здесь будут в небе одиночные крестики вот эти вот изображающие так понимаю наверное снежинки падающий снег я этого всего не делала потому что хочу максимально корректно скажем так сравнить этот вышитый кусочек с предыдущим я специально приблизительно вот на том же самом месте остановилась чуть чуть больше у меня получилось вышить и так давайте мы немножко подвинем вот этот вот наш вышитый участок и вот вот то что было у меня вышито я думаю вы видите что это ну фактически хотел сказать небо и земля ну если честно это день и ночь вот реально день и ночь я напомню это у нас ленте фри в оттенке шоколад это у нас мурана 32 каунта нуга нуга забыла вот у нас шоколад и нуга я когда сравнила сама вот эти вот вышитые участки я поняла что я очень правильно поступила на этой ткани мне нравится гораздо больше как выглядит картина конечно я отшила совсем совсем маленький участочек если посмотреть я отшила участок дома и вот здесь вот видите если так дом и кусочек вот этого дерева здесь еще много чего единственное вот кусты вышиваются очень сложно вот эти вот деревья это прям вообще но снег вроде будет вышиваться чуть-чуть полегче многие переживали насчет того здесь рябинки такие маленькие ягодки будет ли их хорошо видно на темной ткани их видно сейчас я вам сниму камеру со штатива все это покажу ну вот хотелось показать общую картину я думаю что многие со мной согласятся что вот это гораздо больше похоже на ночь конечно этот вариант тоже имеет право на жизнь мне мама даже сказала такую фразу у меня такое чувство что ты дошьешь и хобби я говорю не 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 я буду вышивать вот эту вот это вот я оставлю пока не закончу работу и потом просто распарю вот эти вот вышитые участки и будет у меня лежать кусок ткани и ждать лучших времен финальной точкой кто помнит я рассказывал в предыдущем видео когда я вышивала вот эти вот кусты и этот снег я конечно переживала что она все сливается но последней точкой для меня был дымок из трубы которого было абсолютно не видно то есть он здесь есть он здесь вышит ровно в таком же количестве как и здесь но вы видите его здесь я сомневаюсь что вы видите его там возможно вы видите какие-то рельефы но конкретно его что это дым из трубы его вряд ли можно увидеть потому что он вышит ниткой дмс который эквивалентно цвету ткани 452 нитка дмс поэтому вряд ли там что-то можно рассмотреть и наверное давайте сейчас сниму камеру и покажу вам это все поближе вот мой вышитый участок не сильно хорошо передается вообще здесь фактически вся крыша такая желтая но вот как оно есть на скрине сейчас я вам покажу вот как оно есть здесь видите такой снег желтый потому что свет от фонаря падает вот оно такое же и здесь но почему-то очень большая разница на самом деле гораздо более желтая чем вы сейчас видите и вот это вот дерево здесь есть и крестики полукрестики здесь у меня не было полукрестика здесь были только крестики эти чуть-чуть больший отшитый участок и вот как здесь у нас были видны вот эти ягодки это бленд из какого-то 452 451 453 этот все вышивается весь этот снег этими тремя цветами и блендами из них так и на этой ткани их прекрасно видно то есть мне кажется наши с вами рябинки абсолютно не пострадали от того что вышились на такой темной основе зато посмотрите на вот этот вот дым из трубы полукрестиками и посмотрите его здесь вот когда я приближаю его уже чуть 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 больше видно но все равно разница мне кажется очевидно понятно что на любителя кому-то может понравиться и вот это но вы знаете я видела недавно в инстаграм по моему видео этих белых ночей в питере вот вот приблизительно так они выглядят а вот это вот наши ночи мне больше нравится конечно вот вот этот вот вариант такая получается шоколадная ночь видите все равно не совсем то что на скрине но мне мой вариант нравится очень конечно вышивать мне здесь еще и вышивать я планирую завершить эту работу в этом году 2018 я не уверена что я буду вышивать ее летом скорее всего нет на дачу с собой я точно не повезу потому что все-таки вышивать под лупой да я привыкла вышивать под лупой я уже вот последние дни нормально вышивала абсолютно меня это не смущало но все-таки и от этого устаешь и постоянно вот это вот с лупой сидеть мне очень очень странная прищепка она постоянно норовит отскочить от станка на котором я ее закрепляю на даче и точно не повезу но вот до июня месяца я думаю что буду еще свою зиму ковырять долго думала я совещалась там своими рукодельными подружками как мне вышивать вот этот снег потому что здесь снежинки они находятся очень далеко друг от друга и протяжки здесь делать абсолютно нереально там очень большие расстояние тем более ли он вот вы через него вот видите посмотрите на секундочку кто смотрел куда-то в другую сторону обратите внимание он реально прозрачный вот если его поднять то посмотрите как через него все светится если здесь сделать протяжку это будет фатальной ошибкой поэтому думали мы как делать эти одинокие снежинки в итоге пришли к выводу что можно было бы конечно делать одиночки в плане брать ниточку закреплять микро стежком делать крестик и опять же микро стежком закреплять под тем же самым крестиком но это будет крестик под которым два микро стежка это может он выглядеть так себе поэтому пришли мы к выводу нарезать необходимую нитку на маленькие маленькие кусочечки и закреплять петелькой крестик а уже в конце закреплять одним микро стежком конечно это нужно будет помучаться с этим всем потому что здесь этих снежинок некоторое количество я понимаю что вы можете думать что это звезды но почему-то в моем понимании это именно снежинки будем называть их снежинками вот их здесь много но ничего зато будет красиво потому что без них голо без них реально голову посмотреть как на скрине как здесь они нужны но высчитывать я думаю что я не буду высчитывать прямо вот знаете переплетения так 36 переплетений влево нет этого делать не буду я так знаете на глаз типа вот здесь слева от фонаря между светом от фонаря и дымом из трубы где-то ближе к свету фонаря и вот сделаем здесь несколько этих снежинок скорее всего это будет так потому что высчитывать ну здесь мне кажется смысла абсолютно в этом нет ничего в картине существенно не поменяется если она крестик влево или крестик вправо сделаю эту снежинку так что работы у меня еще очень много но мне нравится как получается я очень довольна мне многие говорили давайте еще тут как кадр сделаю мне многие говорили ой ты что ну жалко же ты же уже такой кусок вышел а ну жалко же столько работы там бросать вы знаете не жалко не жалко когда я бросала мне было не жалко единственный случай когда действительно так вздохнула опечаленно это когда я села заново вышивать эту работу достала вот эту для того чтобы посмотреть какой кусочек мне нужно вышить до отчета посмотрела и так думаю ну ничего себе я уже на вышивала но видите я за меньшее количество дней вышила больший кусочек все идет все продвигается все нормально будет очень красивая картина поэтому если кто-то вдруг что-то начал вышивать и ему не нравится подбор ткани или не нравится цвет ниток какое-то сочетание не жалейте меняйте распарывайте потому что не жалко тех двух недель работы которые я потратила или того времени которое вы потратили жалко будет потом смотреть на работу которая тебя будет раздражать потому что я уже рассказывала в предыдущем видео что я находила скрины я постоянно наталкивалась где-то в интернете на скрины вот этой вот работы ну собственно вот наверное на этот и я ведь я смотрела на вот это я смотрела на то что получается у меня и меня это работа начала злить вот реально злить я не могла смотреть на эти скрины потому что понимала что у меня получается совсем другая работа совсем другой результат и я думаю мы все понимаем что это абсолютно не те эмоции которые мы должны получать от рукоделия своего любимого дела поэтому давайте пробудем в себе немножко перфекционистов и будем делать то что нас радует а не то что у нас и раздражает все поделилась я с вами своей радостью своими результатами конечно крестики получаются не очень ровные я не привыкла к результату вышивки на льне я привыкла что крестики они вот как все как один вот такие вот одинаковые видите вот как здесь вот этот вот участок все крестики одинакового размера если мы перенесемся на этот же участок если его найдем он где-то здесь здесь мы можем видеть что крестики какой больше какой меньше кто в лес кто по дрова потому что есть толстые переплетения у основы и соответственно видите вот мы понимаем что если тоненькие переплетения это будет одного размера крестик если толстенькие переплетения это будет другого размера крестик и на полукрестах это тоже очень видно эти полукресты тут так пляшут меня это жутко раздражало я пыталась их ровненько укладывать но тоже это не всегда получается за счет разной, получается, величины вот этих переплетей, то есть тут у нас такие узенькая-узенькая, а в следующем ряду у нас узенькая и вот такая широкая, ну что ты с ним сделаешь? Ничего, терпеть. Но я довольна тем, что получилось, сейчас я уже вернулась к своему анимону, круг у меня замкнулся, я вышивала сначала эту ночь, нет, я сначала вышивала анимон, потом я вышивала ирисы, потом я вышивала зиму и сейчас опять вернулась к анимону, вышиваю его, потом скорее всего опять вернусь к ирисам и опять к зиме. Я могла бы взять какую-то одну работу, на нее там поднажать, например на ирисы, потому что они быстро вышиваются, я могла бы их закончить, у меня осталось бы в работе две вышивки, но я не хочу этого делать, потому что я понимаю, что я очень быстро соскучусь по бисеру и меня начнет ломать, и я захочу вышивать бисером, и я заведу себе еще какую-то бисерную большую работу, и я не хочу себе самой делать такую медвежью услугу, я буду потихонечку потихонечку все заканчивать, но ирисы у меня до лета точно закончатся, их я опять же на дачу не повезу, анимон я думаю тоже самое, а вот зима очень-очень вряд ли, потому что работа достаточно кропотливая, и я стараюсь, так чувствуешь себя ювелиром, когда с этой лупой сидишь, и я стараюсь не переборщить, чтобы вот знаете, как сладости не переесть, то есть чтобы потом можно было на конфеты смотреть, то знаете, как перед Новым годом накушаешься, потом до следующего Нового года на конфеты смотреть не можешь, вот я не хочу, чтобы у меня такое было с этой работой, я хочу, чтобы каждый раз, когда я к ней приступала, она мне приносила удовольствие, а здесь главное в таком случае не переборщить, так что спасибо всем, кто меня поддерживал в выборе замены ткани, и в том, чтобы заново начать эту работу, напишите пожалуйста, вот сейчас вы видите, как было и как стало, напишите, что вы думаете по этому поводу, на какой ткани вышивали бы вы, какой результат вам нравится больше, и вообще что вы думаете в связи с увиденным и услышанным будет очень интересно почитать все, спасибо всем большое за внимание удачи вам и творческих успехов пока